Всем привет! Меня зовут Настя и в сегодняшнем видео я хочу сделать обзор на набор съемных круговых спиц NIT PRO ZING. Когда я решила, что хочу приобрести себе набор и что я готова для этой покупки, я стала... Ну как-то у меня сразу внимание мое привлекли именно ZING, потому что они, ну наверное, потому что разноцветные, такие веселенькие и цена у них более-менее адекватная. Я начала искать информацию, но ни в текстовом, ни на ютубе особых отзывов я не нашла. Были какие-то такие мимолетные, там что-то вскользь упоминалось, какие-то там определенные моменты показывались, но вот именно чтобы от и до показали набор, как-то для меня то, что я нашла, было не информативно. Поэтому в этом видео я хочу вам рассказать именно те моменты, которые для меня были важны, возможно, для вас они тоже будут полезными. Так вот, пришел мне этот набор в чехле и в упаковке была вот эта листовка, на которой написан состав этого набора, все, что в нем есть. Так вот, в этом наборе 8 размеров спиц, каждый размер имеет свой определенный цвет. Мне было интересно, когда я смотрела на фотографиях, как вообще оно вживую, это какое-то, я не знаю, разделение, что наконечник отдельно прикреплен к основанию, к этому цветному, или оно как-то полноценно идет. Так вот, скажу вам, что это полноценно, это либо напыление, либо, ну, в общем, я не знаю, как оно сделано, но оно никак не соединяется, тут нет никаких швов. Вот. Первое впечатление, когда я открыла посылку с этим набором, мне показалось, что они тоньше, чем китайские спицы. Но мне показалось, я взяла те, что у меня были, допустим, 3,5, нитбро и китайские сравнила, они действительно одинаковые, просто вот такая вот какая-то странная, интересная иллюзия. Так вот, что было еще в наборе? В общем, чехол здесь такой, книжечка, и здесь кармашек. В кармашке было 4 тросика, 2 по 80 сантиметров, 1,60 и 1,100. Также 8 вот таких стоперов. Вот таких 8 стоперов, 4 ключика, 3 переходника, чтобы соединять между собой 2 лески. Так, вроде бы все. Да, и все. Так, основным критерием было при выборе спиц, помимо цены, это еще так же, чтобы наконечник, острие, было не слишком острым, потому что я иногда туго вяжу, иногда просто вот как-то я тороплюсь или что, я постоянно помогаю себе пальцем, и если спицы острые, у меня остаются проколы. Так вот, эти не острые, они такие комфортные. Если сравнить их с новым металл от НИПРО, вот эти, они острее, чем зимка. Так что вот в этом зимку плюсик, что все-таки я попала в точку, купила то, что искала. Так, хотела я еще попробовать присоединить тросики. Мне всегда, когда я смотрела обзоры, было интересно, как какой-то ключик может, ну, мы как бы закрутили его, да, постарались потуже затянуть, затягиваем потуже, и я пробую, и оно все равно откручивается. Мне было непонятно, как я вот вставляю ключик, с такими же усилиями прокручиваю, этой рукой-то я просто держу спицу, прокручиваю, и оно на самом деле не раскручивается. Вот это очень прикольно, так хорошо. И попробуем переходник. Переходник кручиваем. Также просто он не затягивается хорошо. Сюда тоже ключик делаем. Так, затянули. Все, плотно. А, нет, что-то он не плотный. Все, теперь плотно. Так, в этом месте соединение, ну, конечно, он ощущается, но он настолько незаметный, незначительный, что, я думаю, пряжа цепляться не будет. Переход с металла на тросик, он тоже незаметный. И в этом месте. Ну, он такой плавный. Я думаю, пряжа будет входить, подниматься на эти штучки, на металлические эти подъемы, как-то плавно. Так, что еще хотела рассказать? То, что тросики здесь полы, я так понимаю, это как трубочка. Ну, в общем-то, я думаю, вязать будет приятно, хотя бы потому, что это цветное. Настроение как-то сразу поднимается. У нас же, в принципе, вязание это цветотерапия, различные цвета пряжи там. Ну, кому я рассказываю, вы все это и так знаете. Так что, вот такой набор. Это я вам рассказала, поделилась с вами только первым впечатлением. Повяжу, попробую, поработаю с этими спицами. И в одном из следующих видео я расскажу вам уже впечатления о том, как они в работе. Ну, на этом у меня все. Так что, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Всем пока.